Стабильная мобильная связь доступна далеко не всем жителям Чувашии. Причем проблема есть не только у тех, кто находится в отдаленных районах республики, но и у жителей чебоксарских новостроек, как улучшить качество предоставляемых услуг. Об этом накануне говорили на седании Координационного совета по защите прав потребителей. Его провел глава республики. Новый город, микрорайон Радужный и новостройки за магазином лента. Такие проблемные для мобильных операторов зоны обозначил в своем докладе министр цифрового развития Михаил Анисимов. На этих территориях жители не обеспечены устойчивой связью. Причина в особенности проектирование микрорайонов. При проектировке новых микрорайонов, при построении градостроительного плана, к сожалению, не учитывается объекты связи, которые могут быть. Когда уже застройка осуществлена, то о чем вы сказали как раз, очень сложно найти еще участок с учетом всех требований, сформировать для того, чтобы линии все проходили, для того, чтобы охранная зона была соблюдена, ее дополнительно выделить. Глава Чуваши подчеркнул, к проектированию микрорайонов надо подходить более тщательно и учитывать все нюансы. Сейчас связь для людей один из приоритетов. И ущемление в этом жителей новостроек – халатность чиновников. Вы представьте себе, вот вы туда пойдете жить, покупать будете квартиры, тогда мозги лучше будут всегда работать. С чего начать, как их задания давать, что нужно предусмотреть. Мы сперва создаем проблему, а потом начинаем думать, как проблему это разрешать, а потом десятки людей вовлечены и говорим, как мы работаем по телеца во благо народа. Понимаете, нет? Это бездействие, упущение должностных лиц, чиновников, прежде всего, которые согласовывают. Чтобы обеспечить жителей новостроек качественной связью, чиновники предлагают использовать опоры двойного назначения. Сейчас этот вариант будут опробировать в новом городе. Затем планируют распространить и на другие микрорайоны. В микрорайоне «Солнечный» в октябре МТС планирует открыть базовую станцию на крыше жилого дома. В микрорайоне «Новый город» согласие выдали. МТС оформляет должен земельный участок. Компания из КЧ подала заявление в Минюст. После того, как будет оформлен земельный участок, они приступят к строительству опору двойного назначения. После того, как опору двойного назначения заработает в микрорайоне «Новый город», по согласию с оператором, они перейдут в микрорайон «Радужный». Еще одна проблема – покрытие связью трассы М7. У каждого оператора есть свой план по развитию сети. На их основе в Министерстве цифрового развития составят комплексную программу. И уже начиная со следующего года будут отрабатывать вопрос отдельно с каждым муниципалитетом по выделению земли для строительства базовых станций. Однако процесс этот не быстрый. Есть места в лесу, допустим, 10 километров леса, там М7. И вот мы деньги есть, целый год искали, где бы там встать, потому что там нет электричества, собственно, да, и нет никого, да. Мы сейчас нашли вроде бы участок, но тоже такой процесс годами, скажем так, да. То есть пока нашли участок, пока мы его сейчас там как-то межуем, мы пытаемся нашли электричество. Ну, все-таки вот моменты возникают. Михаил Игнатьев отметил, правительство Чувашии обычно идет на встречу запроса мобильных компаний и старается оперативно решать вопросы, связанные с землей. Глава республики поставил задачу. В ближайшие годы устойчивое покрытие сотовой связью должно быть 100% на всей территории региона. Надежда Андреева, Михаил Солин, Вести Чувашия.